Привет, друзья! С вами Рашна Лензука. Мы продолжаем прохождение игры Splinter Cell Blacklist. Игра оказалась очень крутой, мне очень понравилась. Прежде чем взять следующую миссию, мы пойдем поговорим с Гримом. Я хочу посмотреть, что можно проапгрейдить там у нас в самолете. Грим. Сэм. Так, улучшение самолета. Кабина пилота. Значит, у нас есть уровень 2, увеличить радиус радаров и показывать, куда смотрит враг. Вот давайте это мы и возьмем, денег хватает. Так, что у нас еще есть? Мастерская Чарли. Я улучшить мастерскую Чарли, чтобы получить доступ к прототипам оружия. Так, командный центр. Улучшить возможность сбора данных, чтобы получать доп. задачи во время операции. Вот это вот надо, я думаю, сделать. И уровень 2. Открыть все доп. задачи с данного момента. Давайте, пускай все будет открыто, все доп. задачи. Это, я думаю, интересно. Лазарит. Улучшить лазарит, чтобы сам и Брикс могли всегда быть в форме. Быстрое восстановление. Один или совместный режим. Так. Пригодится. Ускоренное восстановление в одиночном или совместном режиме. Пускай будет. Каюта-экипаж. Доп. Ячейка для снаряжения в одиночных и совместных режимах. Но это пока нам не нужно. Разблокировать для покупки типов оружия с черного рынка. Тоже я что-то пока не думаю, что это нам сейчас нужно. Подбор снаряжения во время операции. То есть, во время операции можно оружие снаряжения сменить. Ну, тоже как-то пока, я думаю, не требуется. Так. Ну, что, давайте мастерскую Чарли все-таки улучшим. Остальное пока нам не требуется, я думаю. По крайней мере, на данном этапе. Постепенно, конечно, мы весь смартфон проапгрейдим. Но сейчас, пока мы еще новички, я думаю, нам много всего не надо. Я еще пока во всем оружии не разбираюсь. Что тут есть, как бы, надо сначала освоить то, что у меня есть изначально. Как-то долго они обратно нас на самолет загружают после апгрейда. Хотя это вроде бы, ну, не знаю, зачем. По идее, должно все быстро было загрузиться. Вроде все там же находится. Это не отдельный этап был. Так, еще хотелось бы напоследок к дочке звякнуть. Как у нее дела узнать. Папа? Как ты узнала? Только твой номер никогда не определяется. Попрошу Чарли заняться этим. Ты как там? В норме. Всем не по себе из-за черного списка. Но я знаю, что ты все уладишь и успокаиваю их. Я стараюсь. Да, что такое американская жизнь? Не знаю. Мы пытаемся это выяснить. Дикторы стоят на ушах, пытаясь понять смысл. У них нет шансов. Люблю тебя, малыш. И я тебя, пап. Ну что, смело побеседовали. Теперь, я думаю, самое время приступить к следующей миссии. Так. Вот она. База боевиков. Мирава и Рак. Одиночная компания. Так. Так. Коммерсанты отмечают рекордный спрос на ряд товаров. В супермаркетах дефицит молока, питьевой воды, консервов. В других магазинах походного снаряжения, оружия, патронов, аптечек. Как сказал один из продавцов, все из-за списка. Люди хотят подготовиться. И снова о черном списке. Попыток правильно истолковать значение атак с каждым днем все больше. Осмыслив раз «американская жизнь» и «американская кровь» говорят все. От прохожих на улицах до аналитиков Балтвей. Очевидно, под «американской жизнью» подразумевает нарушение поставок продовольствия. В своей книге «Америка на коленях», вышедшей год назад, я писала, что здесь мы очень уязвимы. Итак, идите по следу партии оружия от Кобина, чтобы выследить инженеров и атаковать их базу. Начинаем инструктаж. «Я вообще-то спал! Слыхал о Женевской конвенции? У меня есть права!» «Да неужели? Можешь позвонить адвокату, если есть откуда». «Как там у нас дела с разведкой?» «Пока пытаюсь обойти защиту спутника. Дай мне пару минут». «Простите, что отвлекаю. Президент сообщает, три отряда Девгруна готовы». «Спасибо, Оли. Пусть ждут приказа». «Знаешь что, дай сюда. Отсюда на мой счет поступили деньги. Электронный перевод». «Ну, выяснили местоположение четвертого пункта». «Как раз прослеживаем. Перевод пришел из Миравы, восток Ирака». «Гримм, у меня нет изображений!» «Все, получила. Вытяни время через спутник нацразведки. Это крупнейший из тех четырех лагерей. Надежно защищен». «Слушайте! Похоже, клиент Кобина в Мираве. Выдвигаемся немедленно. Чарли, спутник на тебе. Отследи каждого человека, каждый ствол и транспорт. Даже мальчишку с водяным пистолетом». «Понял. Брикс, готовь беспилотник». «Есть». «Гримм, свежесть Девгру. Нужно атаковать все четыре цели одновременно». «Мы не успеем подготовиться, Сэм». «Начинаем». «Как только будем на месте, я высаживаюсь». «Ты пойдешь один?» «Ничего личного. Но в Бенгазе у нас были проблемы. Ты заберешь меня на вертушке». «Меня не спрашивали, но эти парни еще те ублюдки, так? Почему бы тогда не шарахнуть в них чем-нибудь ядреным?» «Ты прав. Тебя не спрашивали. Нам нужны данные, а не горы трупов». «Увезти его. Погнали. Я просто...» «Ладно». «Там повсюду противник. Дым и камеры липучки дезориентируют их и дадут тебе контроль над ситуацией». «Так. Че там у нас, значит, есть-то?» «Так. Камера липучка. Че с ней можно? Пластид добавить? Блин». «Ха». «Вообще-то я не хочу никого убивать, как бы». «Ну, пускай на всяк случай будет». «А че он у меня не открывается?» «Чтобы открыть, купите все предыдущие предметы». «А че я не купил, что ли, че-то?» «А, я не купил световой заряд. Та!» «Хорошо. Нажмите квадрат, чтобы при взрыве ослепить и оглушить врага. Блин». «Давайте все-таки я пока пластид брать не буду, потому что я хочу все-таки поменьше смертности в своих прохождении». «Эмили Пучка. Импульс на время вводит из строя гаджеты и освещение врага. Идеально для стиля призрак». «Трикоптер. Управляемый дрон для разведки. Может оглушить противник с помощью электродротика липучки. Идеально для стиля призрак». «Так, что-то дымовая шашка. Ну-ка, что с ней?» «Она у нас есть, да?» «Слезоточивый газ». «Вот этот трикоптер я уже использовал в мультиплеере, в онлайн-мясе. Вы еще, может быть, не видели, а может быть, уже видели эту серию. «Хорошая вещь, так что я его, конечно же, куплю». «Что у него можно сделать? Эхолокатор, чтобы открыть. Электродротики. Покупаем. Хотя не знаю, здесь как будет он вообще, интересно будет его применять или нет. Посмотрим. Эхолокатор давайте возьмем. Эмми-липучка. Вот это вот. «Гаджеты освещения». А какие гаджеты там у врагов? Что-то я у них гаджеты особо не замечал. «Освещение» — да. «Ах, так. Что нам еще предлагают? Света шумовая, осколочная. Не надо, не хочу пока. Это мина-шокер. Липнет к поверхности и стреляет электродротиками, оглушая врага поблизости. Идеально для стиля призрака. Давайте ее тоже возьмем. Бесконтактная мина. Липнет к полу или стенам, взрывается при приближении врага. Идеально для стиля штурм. Нет, нам не надо стиль штурм. Все, я думаю, хватит. Для начала, я думаю, нам устройств хватит. Позарез. Так, база боевиков. Мирава. Ирак. Побитие рекорд игрока Дринк Макакинс, набрав за одну игру больше 1475 очков наград. Не знаю, сколько мы наберем. «Парашют раскрылся. Брик, сможешь по-тихому убрать противника?» «Расчищаю путь». Так, мы сейчас что, за Брикс играем? Давайте расчищать путь. Чёрт, засекли, а как? Блин, что-то я тупанул, видать. Надо разобраться, как тут снимать врагов-то. Надо делать так, чтобы они, видать, не видели ещё. Давайте тех, кто подальше снимать. Цель устранена. Готов. Он труп. Готов. Так, где-то ещё есть кто-то поблизости. Так, тут у нас... Противник мёртв. Я попал. Он труп. Сэм, можно идти дальше. Отлично. А, вон Сэм приземлился. Прикольно. С парашютом. Мирово-восточный рак. Всё, теперь мы играем за Сэма. Блин, прикольно сделали. Разнообразие такое некое. Тело даже можно поднять, которое он вырубил. Брикс. Ну, нафиг оно нам нужно. Там он вроде всех снял. Сэм, тепловизор засел группу противника. Они в думе вверх по течению. Чарли, дай данные разведки. Нам нужен клиент Кобина, пока не нашли меня. Я тебе выслал трикоптер с базовым распознаванием лиц. Лучше того, что было с Бенхиром. На порядок лучше. Подберись на 50 метров к цели, запускай и готов. Ага. Ну-ка, где этот трикоптер у нас? Вот он. Значит, что у нас есть? Света шумовая. Ночное видение. Трикоптер. Камера липучка. Наша пушка. MP7-1. Минус шокер. Ну-ка, просто сейчас посмотрим. А, не знаю, враг-то далеко у нас. Так, как его запустить-то? Л2. Мультиплеер он на R2 запускался. Так, на селект прилечь врага. Взорвать можно. Выпустить шокер-липучку. О, что-то далековато. От заемного, пожалуй, что-то мы рановато его запустили. Враг-то еще тут не близко. Красивая локация. Все прикольно, реалистично. Проникнуть незаметно. Ну, что, тут где-то враг есть. А что, у нас три коптера, написано один. То есть, если с ним что-то случится, то все. Я не вижу, тут есть враг-то вообще где-нибудь. Пока никого не вижу. На мосту-то есть кто-нибудь? Ну-ка. Никого. А это у нас еще эхолокатор на нем стоит. Так, тогда пока отзываю. Так, нам туда наверх. Сэм, на твоем маршруте противник. Не попадай, Сэм, на глаза. Спасибо. Где они? Где враг на моем маршруте? Я пока никого не... А, вон, там на радаре появился один. Кто-то. Кто-то появился. Так, у вас там что стоит-то? Несмертельный? Хорошо. Где-то тут болтает рядом. Попробуем в этот раз. Значит так, шокер или пучку надо выпустить. Так, нормально. Радар вроде пока больше никого не показывает. Так нам наверх надо. Так, а здесь что у них? Тут вообще сверху находится. На крышу не залезет? Ну ладно, тогда. Просто я думаю, где-нибудь же, наверное, есть компьютер. Там уже открыли все побочные задания вроде как там. Сволючи-то. Значит, по идее должен быть компьютер. Что еще там этот секрет там, как это называется. Сэм, с твоей позиции удобно запустить трикоптер. Я уже запускал его. Чего вы паритесь? Сейчас куда его запускать-то? О, блин, смотрите. Так, Сэм, подведи трикоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос. Чего и голос сравнить? Куда его подвести, да? А, вот. По сюжету необходимо. Он ноутбук. Чего и голос-то? Блин, я что-то боюсь, наверное, наверху куда-то лететь. Ну-ка. Ну-ка, тут враг. А что, дротика нет, что ли? Чего-то, чего-то. Где клиент-то, какой-то? О, блин, распознали мой этот трикоптер, и что теперь делать? Все заново, что ли? Ёла-пал. Так я не понял, куда мне надо подлететь, чтобы голос-то распознать. Сэм, с твоей позиции удобно запустить трикоптер. Так, ну давай опять запускаем. Чего нельзя запустить трикоптер, пишешь. Ну, что за фигня-то? А, он сейчас сам запустит. Ладно, хорошо. Хорошо, сейчас подведем. Надеюсь. Можно только поднять и опустить. Кажется, я не знаю, куда его надо. Да что ты, ёла-мать вашу? Да блин. Не так все просто. Как подлететь, чтобы они меня не заметили? Сэм, с твоей позиции удобно запустить трикоптер. Запускаю. Так, Сэм, подведи трикоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос. Вообще, наверх вообще-то показывать. Чего я сразу не заметил-то, что он туда. О, все. Есть. Передавай звук. Чтобы без помех. Сравниваю. Качество не то? Что значит не то? Ах ты! Слушай, Сэм, говорят распознавание по лицу надежнее. Ну отлично, и нафиг тогда мы это используем. Сэм, вижу на беспилотнике несколько вариантов входа в здание. Так, ну-ка я сейчас еще раз запущу тогда, и в этот раз-то уже я смогу их там как-нибудь вырубить, да? Эти двое. Их не это самое. Их особо нельзя сейчас вырубать, а то тревогу поднимут. Так, а вроде наверху кто-то был тоже. Кто видит? Кто палит? Кто палит? Ах, сука! Ну ладно, хрен с вами. О, тут можно наверх. Пройдем здесь. О, тихо-тихо-тихо-тихо, блин! Поторопился, сука! Хуже тебя себе попадает отсюда! Что за фигня, блин? Блин, вот все запорол, а? Ну как же так-то? все нужно пробраться к ноутбуку в сфере в сфере в сфере убили я тут думал я тут успею сейчас ну ладно сейчас зато попробую все таки еще тише проходить так ладно значит там сейчас у нас враг будет попробуем его из не смертельного оружия отвернулся отлично смеешься мой ствол старый и разболтанный я хочу надежное оружие человек важнее чем оружие но человеку с хорошим оружием проще победить в бою нужно сражаться с тем что есть и учиться побеждать тогда меняемся пушками так вот это вот тогда вырубить можно кто то не увидит сейчас ты где тихо а это попробуем так вырубить чёрт тревогу что то поднял так кто еще орет где у нас этот холокатор что он не включается его вырубили тихо кто еще то есть у нас где то там вроде бы отмечен чувак шевелящийся где то перед нами здесь никак к нему не подойти где то сверху не знаю в общем он далеко так что можно я думаю спокойно спускаться а где ноутбук и куда он делся то что за фигня или из-за того что я запоролся первый раз ноутбук теперь этот пропал что вот там было у вас я просто не знал что тут все эти правила ч а вот вообще нету дальше ч показано дальше находится а потом что в этой комнате и украины здоровый бронированный палим 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 на карачках не проползать где он чувак иди сюда приступить к поискам похоже у нас посторонний блин а че никакого что ли так ах ах ты сука ну что ж такое смотри он там да он вообще неубиваемый какой то вот офигеть я хочу его вырубить так так стоп его камера сейчас тихо тихо ну ка стоп стоп сюда чувак ну а к че он не идет что ж что ж за фигня тихо о ну он услышит меня постоянно ну что за что за нафиг на камеру че он не идет сюда я не пойму он не хочет сюда идти и не хочет сдаваться сзади блин сука газ надо выпускать где он ерунда не усыпляйся не усыпляйся офигеть че за че за тип то такой а я беру тихо ну давай отвернись блин урод ну наконец то блин надо очень тихо сзади подходить чтобы они не услышали и видеть это в бронировании врагом напрямую тени до 100 вырубить короче такие вот они учетом туда под вперед точка красная привет тебя от кобина а а а подожди секунду подожди секунду а а а а а а а а а нет 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 стой стой сука я из ми шесть а а и те код rack а е Ты ее сломал, ублюдок! Грим, ты слышала? Эй, кто тебя послал? ЦРУ? Где твой командир? Ну же, говори, и идем! Он перед тобой. Что ты делаешь? Ты спятил! Почему я не слышу фразы? Я не понимаю, которые говорят на задних килограммах. Может, хватит, Джадид? Черный список. Говори. Ай, чертовы янки! Строите из себя ковбоев! Говори. Ты опоздал. Что ты затеял? Все давно затеяно. Осталось исполнить. Пощадим, ладно. Мы еще не такие звери, помню. Хотя, конечно, стоило убить. Если ты здесь, считай, я уже мертв. Черт! Что там у тебя происходит? Он застрелился! Твою мать! Передача идет с крупного узла связи, где-то в верхнем поселке. Ищи большой ретранслятор. Давайте искать источник сигнала. Не знаю, что за косяк. Почему-то иногда в некоторых сценах не слышно, что они говорят. Вот эти вот... Из самолета, которые... Вроде по разу сейчас слышно, а вот когда вот именно когда он допрашивает, то он, да, или они на экране сзади появляются, почему-то их не слышно. Не могу сказать, в чем проблема. Дорога в гору хорошо охраняется. Каков план атаки, Сэм? Заберусь отсюда. Готовь вертолет к эвакуации и жди. Хорошо. Сэм, командир Дельты, вышел на связь. Паладин, вымпел на связи. Прием. Паладин на связи. Доложить обстановку. Прием. В зоне операции многочисленный противник. Пехота и транспорт. Я под огнем. Прием. Укрепление. Слаженные контратаки. Короче, полная жопа. Прием. Думаешь, они знали о наших планах? Прием. Так точно. Ничего, зададим им перца. Вымпел отбой. Проникни те в деревья. Так, а куда сейчас? Что-то он у меня сюда... А, он наверх. Да, паркур тут жесткий. Так, вот здесь некуда, да? Наверх она. Наша общество нас не засекнет. Пока мы поднимаемся. Так, куда тут-то? Ну, отлично. Давай-давай. Что-то захрустели доски. Я под мостом, который ведет к деревне. Сэм, вижу на мосту движения. Так. На мосту движения. Попробуем. Трикоптер опять использовать. Может, получится их там вырубить. Тихонько. Трикоптер не вышло. Чувак заметил трикоптер. Так, он тревогу поднял или что? Один смотрит в другую. Ой-ой-ой. Кто это? Кто стреляет-то в него? А, суки, сломали. Откуда стреляли? Откуда вообще с другой стороны? А вот там кто-то в окне торчит, да? Парен с вами. Будем так действовать. Но вообще на мост подниматься нам не обязательно. Можно перепрыгнуть? Понятно, где-то в браке. Вот там, вот тихо. Тут рядом кто-то еще шевелится. Так, где он? Или он на другом этаже? Где ты, мать твою? Тихо. Иди проверь, где он там. Да что ж ты? Я жму-жму. А он поздно нападает. Так, тайник показан спереди. Поспи немного, чувак. Тут можно прятать же в этих. За это же, по-моему, тоже очки начисляются, да? Ай, блин, мой враг идет, ела-пала. Я тут трупы таскаю, а точнее не трупы, а тела. Мне тоже дополнительные очки дают. Так, у нас там два противника, я вижу. Так, ну-ка, сейчас хоть в этот раз попробую камеру использовать, но все-таки получится их как-то это. Утрофей дали. Ну-ка. Так, это первый, где второй? Уже два. Один упал, а второй? Второй тоже упал, отлично. Отлично. А вот тайник. Тут еще можно резать ткань, блин, ха. Только сейчас ведь не нужно, наверное, если я бы с другой стороны заходил. Ну, прикольно, ткань так шевелится, когда я сквозь нее прохожу. Здорово. Ой, кто так? Чувак прочухает, наверное, что ли? Все спят. Ну и хрен с ними, мы идем дальше. Тоже можно, да, положить или нет? Сюда, нет. Тут завалено все. О, тихо, тихо. Спать. Так, и что, куда вниз шли спрыгивать? Тут какая-то труба есть. Ладно, за нее как прицепиться. Я помню, раньше он мог цепляться к трубам в разных играх встал. Там орет. Похоже, инженеры укрылись от наблюдения с воздуха в подземных туннелях. Подтверждаю информацию. Там повсюду следы раскопок. Так, ну лезь. Пополнить можно мой запас. Собака. Кстати, вот ее, наверное, ну-ка, тройкоптер у нас теперь воспользовался. Есть. Вот ее надо электричеством вырубать по любасу. Отлично. Ах ты, собаки, а, блин. А что-то он не вырубился, этот чел-то. Так, пойдем попробуем здесь пройти. Раз там панику подняли. Что-то тоже вон движух какая-то свой парадар. Поехали. Тихонечко, тихонечко. Куда он ушел? Пошел искать в другую сторону. Вот эти двое, значит, можно камерой попробовать их. А, тихо-тихо. Так, тихо. Слышал меня, чувак, нет? А оттого можно захватить и получить бонус, да? Ну ладно, фиг с тобой. Одного усыпили. Тут куда пошел. Тихо-тихо. Попробуй как-нибудь сменить профессию. Скручиваем. Чувачка. Так, может, у вас есть одно и это, раз он приоритетный. Туда он в ящик положить. Или там сейчас просматривать территорию. Я его врага не вижу. А, вон, блин, 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 блин. А то ты не положишь. А, в другой ящик надо положить. А этот чувака даже не видит оттуда, не видно. Их там двое, что ли? О, прячем, прячем. Хорошо. Так. Чуть не засек, зараза. Готов. Эй, зачем ты сразу, блядь, перепрыгиваешь-то? Пипец, я думал повиснут на стене, а он перепрыгнул через нее. Ну, кто ж так делает-то, а? Нифига движуха началась. Че у нас тут есть-то использовать-то? Светушумовая. Сука, убили, блин. Блин. Из-за такого косяка, блин, все запорол, всю операцию. Обидно. Да ел, упал, все замок, все распространяйте. Собака с той стороны, да? Так, вот этим надо сразу сейчас, я думал, а, у меня камера уже включена, да? Я бы там подальше камеру пульнуть. Сюда я ее пульнул-то. Во, ну-ка. Блин, только одного привлек, походу. Я справлюсь. Блин, он камеру сломал, сука. Печень, чай, чай, чинец. Вымерещивай. Вымерещивай, что ты камеру мою сломал, урод. Ну, подходите. Что ж, уроды, да, не подходят. А, жопа. Оба там встали такие. Ну, а вот этого сейчас тогда усыпим, гады. Так, ну, давайте попробуем к нему подобраться. Больше здесь. Что-то там, воткнул, короче. Ты так жаждешь сдохнуть за босра? Так, хорошо. Ну все, идем дальше. Надо быть осторожней. На всякую фенюлю напарываться. Ой. Что он там? В туалет хотел? Вот закрыто. Ну, красиво, блин. Блин, он по-разному врубает даже через эти вот ограды. То есть, может просто башку об ограду дарить. А может и вот так вот. Молодцы, блин. Поработаем над анимацией. Так, где-то там чувак бродит. Что ты делаешь? Хотел бы. Ой, 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 ой. Тихо, 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 тихо. Там бы сейчас собака бы это не запалила. Когда медленно подходишь, они не засекают. Не разворачиваются. Так нам вниз, походу. Больше тут, в принципе, делать нечего. Врагов нам не обязательно. Всех устранять. О других группах есть какие-нибудь вести? Нет. Скорее всего, глушат радиопередачи на время операции. У них, если у Снэйка в МГС-4 постоянно спина болела, когда он так вот на корочках постоянно лазил. О, славное местечко. Похоже, инженеры давно выставили местных жителей в Зашей. Как думаешь, кто-то из местных знал о пункте 0? В Гуаме я в Фарси не слышал. Инженеры не знают границ. Здесь мог быть кто угодно. Сэм, там всего несколько бойцов. Похоже, остальные на оборонительные позиции. Они что-то охраняют. Значит, я уже близко. Улучшите спецкостюм в самолет, чтобы двигаться тихо во время спринта. Вот это надо будет, да, это обязательно улучшить. Так, то наверх надо. Ух ты, несколько бойцов там что-то, блин. Пятер, по-моему. А я не хочу их устроить. Зачем мне их помечать и устроить? Нет. Ребятки, мне это не надо. А я не знаю, если я помечу сейчас, а у меня стоит оружие электронное. Что получится из этого? Чтобы идти туда? Что там стреляют? Они у меня стекли. Сами что-то стрелять начали. Что тренируются там? Электрик. Ничего здесь интересного не вижу. Эй, ты где? Опа, электрик ищут, ебда. Не, иди. Так, никого рядом нет. Надо проверить, что с ним. А вот сейчас мы вместе прилажем. Я просто не вижу, куда его можно было спрятать. Все ей вроде бочки, эти шкафы завалены, ящики. Так что не знаешь, куда прятать жертву. Так, надо вниз показывать спускаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу, успел. Так, они подняли тревогу. Я сейчас точно над этим узлом связи. Чарли, передача продолжается. Все так же, какой-то сумасшедший алгоритм шифровки. Мне нужно минут пять-десять, чтобы понять, что они передают. Все, мы не можем больше ждать. Брикс, поднимай вертушку. Так, значит, скоро уже конец миссии, раз он просит Брикса понять вертушку. Так, где тут пролезть? Здесь, похоже, была бойня. Видимо, дрон. Удар был нанесен, правда, уже давно. Сейчас я все проверю. Так, дверца. Место для пыток. Здесь казнили солдата. Мигель Гарсия, крыло тридцать шесть. На камеру. Я вырубаю. Запись еще идет. Отследите. Они забыли планшет. Не бойся. Я знаю, зачем ты здесь. Веришь или нет. Я был в твоей шкуре. До битвы за мир. Я сражался за страну. Не надо. Прошу. Я просто хочу домой. И я этого хочу. Чтобы вы все вернулись домой. Но ваша... Страна... Они не хотят слушать. У меня сын. Ему два года. Нет. Я верю, что... Один человек... Может изменить будущее. А ты веришь? Я да. И я думаю... Это мог бы... Быть... Ты. Ты можешь изменить мир. Ставь ему примером. Нет. 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 Я говорил не с ним, друг мой. Я говорил с тобой. Что за подстава? Это не угроза, а послание. Инженеры кого-то ждали. Нет. Я сел. Иди с бриксом. Хорошо, погнали. Порога, еще прошу. Динамику пошел. Нужно, короче, чтобы быстрее свалить. Слишком жарко. Я там не сяду. Простыл забудем. Уже анчарфер попер. Сэм, они стреляют ракетами. Использую крюк. Давай, давай, давай. Секун, быстрее, Сэм. Три. Два. Один. Давай. Фу. Все-таки прошли. В обход засады признали. Это за этот уровень или... А, ну да, наверное. Не за что-то, не за какие-то мои действия. Деньги приспить нам на счет. О, смотрите, призрак я неплохо. 4 950 заработал. Общий доход. Таак. Ну что? А, загрузка данных. Ну что, мне селось 75 очков дали. Интересно, за что? Вот то, что я там запаливался. Извлеки из него все, что сможешь. Не вопрос. Готовь вертушку. Починим на ходу, чтобы было быстрее. Сэм. Инженеры всегда были впереди. Единственная зацепка, а в результате лишь угроза. Брикс уже как следует допросил Кобина. Кобин слишком глуп для такой ловушки. Но слишком умен, чтобы подставлять нас так. Согласна. И его данные подтверждались другими. Инженеры ловко отправили нас по ложному пути. И мы вышли прямо на минное поле. Надеюсь, да в гру нашли хоть что-то. Им давно пора вернуться. Чарли следит за ними. Чарли. Чарли. Остальные. В тех лагерях все погибли. Выжил только ты. Инженеры знали, что власти снимут с себя ответственность. Для того и сделали запись. А потом пустили в прямой эфир. Сэм, мы извлекли из планшета кое-чьи данные. Мы знаем главу террористов. Быстро вы. Это было просто. Даже слишком. Как будто он хотел, чтобы его нашли. Думаю, так и есть. Он издевается. Зато мы знаем, кто он. Маджит Садик. Бывший агент Ми-6. Вот как он узнал, что все будут искать. И как это ускорить. Госпожа президент. Мои соболезнования. Почему-то с монитора никогда голос не знает, в чем косяк. Маджит Садик. За инженерами стоит он. Мы направим вам все отчеты. Спасибо. Но поможет ли нам отсоставить угрозу? Не только косвенно. Вот новые данные из вашего офиса. Ваши люди подозревают, что дала следующая цель. Блин, какой там текст. Считайте, сделали. Сделаем. Так, друзья. Ну что ж, на этом данная серия завершается. Надеюсь, вам было интересно. Вы подкрепите это видео лайком. И мы продолжим в следующей серии выполнять следующие задания. Ну а с вами был Раштан Линзука. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин